На дне морей и океанов есть горячие гейзеры с температурой выше 400 градусов. В Черном море огромные залежи сероводорода, из-за чего на глубине ниже 200 метров почти нет жизни. А вот до дна Азовского моря всего 14 метров. Оно самое мелкое в мире. Эти и многие другие факты можно узнать в уникальном курсе лекций, который подготовили российские ученые при поддержке компании Роснефть. Ранее компания вместе с Институтом развития инопрактика и Арктическим научным центром представила атлас Черного и Азовского морей. Над ним работали более 40 специалистов, в том числе 20 кандидатов и 8 докторов наук. Но впереди большие планы, рассказал сегодня журналистам во время видеоконференции пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев. Компания планирует вместе с Арктическим научным Арктическим центром выпустить еще минимум 6 атласов подобных. Это, на мой взгляд, уникальный вклад в науку. Ничего подобного в последнее времени не делалось. В курс лекций вошли данные, которые получили в результате многолетних исследований Роснефти. Мы сделали ставку на новый визуальный язык. В курсе множество научно-достоверных иллюстраций. Не просто красивых иллюстраций, они научно-достоверные. Их там более 50. Много многокамерных и выездных съемок. Там что-то в районе 800 километров проехали авторы курса. Новый проект будет бесплатным и доступным для всех желающих. Тех, кто хочет лучше узнать экосистему нашей планеты и понять, как ее сохранить. Светлана Кудрявцева, Владимир Постников. События.